Добрый день, уважаемые учащиеся! Тема сегодняшнего урока – глобальные проблемы человечества. Цели и задачи нашего урока состоят в следующем – выявить основные аспекты глобальных проблем человечества, выяснить причины возникновения этих проблем, уяснить специфику проблем, проследить динамику развития проблем и предложить пути решения. Есть твердое правило – встал по утру, умылся, привел себя в порядок и сразу же приведи в порядок свою планету. Наша Земля – это наш дом. В нем есть определенные проблемы. Какие же проблемы встречаются в настоящее время? Что такое глобальные проблемы? Проблемы, возникающие в результате объективного развития общества, создающие угрозы всему человечеству и требующие для всего этого решения – объединение усилий всего мирового сообщества. Мы живем в эпоху глобализации. Глобализация – это процесс усиления интеграционных связей между людьми, организациями и государствами, которые способствуют взаимосвязи между ними. Причина возникновения глобальных проблем состоит в следующем. Человечество выросло в 2,5 раза при жизни только одного поколения. Это демографический груз для нашей планеты. Человечество вступило в эпоху научно-технической революции. Возросло потребление ресурсов для жизнеобеспечения населения Земли. Возникновение глобальной мировой экономики, холодная война и противостояние в борьбе за сферы влияния подвела человечество к рубежу к самоуничтожению. Какие глобальные проблемы человечества ставят под угрозу будущее всего нашего мира? Проблема экологии, проблема народонаселения, проблема мира и разоружения, также терроризм, продовольственная проблема, энергетическая и сырьевая проблема, проблемы здоровья людей, проблемы использования мирового океана, проблема освоения космоса и проблема преодоления отсталости развивающихся стран. На данной карте вы видите экологические проблемы человечества. Они заключаются в следующем. Проблема обезлесивания, то есть исчезновения лесных массивов, зона антропогенного опустынивания, зона радиоактивного загрязнения, также зоны нерационального использования водных ресурсов в мире, проблема рекультивации земель на месте разработки карьеров, зона сильного загрязнения акватории океана нефтью и нефтепродуктами, комплексное разрушение природного ландшафта в результате горной добычи полезных ископаемых и загрязнения воздушной и водной среды металлургическими и химическими производствами. Экологическая проблема – это проблема взаимоотношений общества и природы, сохранения окружающей среды. Эта проблема резко возросла в результате развития человеческого общества во второй половине XX века. Например, каждый час 55 человек отравляются и погибают от пестицидов и других химикатов. Тысячу человек умирают от отравленной воды. Две тысячи тонн кислотных дождей выпадает в северном полушарии. Итак, загрязнения окружающей среды. Современный мир все чаще напоминает гигантскую свалку промышленных и бытовых отходов. Промышленные транспортные бытовые выбросы приводят к смогу. Смог является ядовитым туманом, который возникает во влажном воздухе при высокой концентрации газов и пыли. Выбросы ТЭЦ, металлургических комбинатов транспорта содержат большое количество диоксида серы, что приводит к выпадению кислотных дождей. Кислотный дождь – это все виды метеорологических осадков. Дождь, снег, град, туман, дождь со снегом, при которых наблюдается понижение pH дождевых осадков из-за загрязнения воздуха кислотными оксидами, обычно оксидами серы и оксидами азота. Загрязнение рек и водоемов сокращает запасы питьевой воды. Сброс неочищенных бытовых стоков приводит к распространению инфекций. 80% заболеваний и треть смертельных случаев связаны с потреблением загрязненной воды – основой нашей жизни. Проблема освоения мирового океана заключается в загрязнении его вод, истощении органического мира при добыче минеральных ресурсов бытовыми и промышленными отходами, использовании его как арену военных действий. Рост концентрации CO2 вызывает парниковый эффект, ведущий к глобальному потеплению климата. За последние 30 лет в 8-10 раз возросло число засух, в 5 раз проявление мощных циклонов и наводнений. До 80-х годов XX века средняя температура на планете была плюс 15 градусов Цельсия, а к 2004 году она возросла до 18 градусов Цельсия. Потепление ускорило таяние ледников, началось повышение уровня океана, возникла реальная угроза затопления таких стран, как Нидерланды, Япония, Южная Корея, Сингапур. Среди прочих газов в атмосферу поступает около 1 миллиарда фреонов, которые вместе с закиси миазота в верхних слоях атмосферы разрушают озоновый слой. Озоновый слой, как мы знаем, это нечто вроде защитного покрывала нашей планеты, который защищает нас от ультрафиолетовых лучей. Уже сейчас в Северной Европе, Канаде, Австралии и Южной Америке резко возросла заболеваемость раком кожи. При оценке качества жизни на первое место выдвигается здоровье населения Земли. С изменением окружающей среды многие болезни приобретают глобальный характер. Сердечно-сосудистые заболевания, онкология, наркомания, малярия, СПИД, атипичная пневмония. Человечество подвержено новым заболеваниям с появлением различных инфекционных болезней, которые также ставят под угрозу саму основу существования жизни на нашей планете. Что мы узнаем об экологических проблемах, как они влияют на здоровье человека, виды экологических проблем, особенности современной экологической обстановки на планете. Чему мы учимся? Предвидеть возможные последствия влияния благоприятных факторов на организм. Еще одним фактором глобальной проблемы является голод и нищета. В Западной Африке от голода могут умереть 500 тысяч детей. Всего в Африке голодают и бродяжничают полтора миллиона человек. Миллионы людей живут на грани голода. По данным ООН, две трети человечества не имеют еды и чистой воды. Терроризм – еще одна страшная история нашего мира. Терроризм – это политика, основанная на систематическом применении террора. 1 сентября 2004 года террористы захватили более тысячи учеников, их родителей и учителей в школе Беслана в Северной Осетии. Это чудовищное злодеяние потрясло весь мир. О себе террористы заявили 11 сентября 2001 года. Захватив пассажирские лайнеры, они направили их на здание Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и военного ведомства в Вашингтоне. Угроза ядерного оружия. 6 и 9 августа 1945 года США сбросили ядерные бомбы на японские города – Хиросима и Нагасаки. Оба города были полностью разрушены. В одной только Хиросиме погибло более 155 тысяч человек. К концу XX века возникла серьезная угроза нехватки сырья для производства. За XX век из недр было извлечено более 50% железной руды, 70-80% нефти, 40% угля. Каждые 15 лет добыча сырья удваивается. Добыча полезных ископаемых ведет к отчуждению земель и истощению почв. Космос – это глобальная среда, общее достояние всего человечества. Он дал большие возможности землянам. Космическое землеведение, космическое производство, новое качество телевидения, связи, обороны. Но в околоземном пространстве находится более 3000 тонн космического мусора, что является серьезной опасностью для космических полетов и станций. Вывод по нашей теме. Глобальные проблемы создают угрозу существования человечества. Их можно решить совместными усилиями всех людей. Решение проблем надо начинать, конечно же, с себя. Какие же предлагаются решения и какие аспекты? Первый аспект – философский, достижение гармонии человека с природой. Социальный аспект – воспитание экологической культуры людей, повышение качества жизни. Экономический аспект – финансовое поощрение экологического поведения, введение экологических технологий и тому подобное. Доказание рублем за природоохранные нарушения. Политический аспект – обеспечение мира и сотрудничества между государствами. Технологический аспект – перевод мирового хозяйства на экологические технологии. И, конечно же, нормативно-правовой аспект – введение в действие экологического права и закона. Теперь, когда мы умеем летать по небу, как птицы, плавать в воде, как рыбы, нам осталось одно – научиться жить на земле, как люди. Бернанд Шоу. Домашнее задание – ответить на вопросы, почему именно во второй половине XX века обострились большая часть глобальных проблем, и со временем они все более углубляются. Второй вопрос – какие проблемы связаны с противоречием внутри общества? И третий вопрос – в чем заключается принцип мыслей глобально, действуй локально? Практическое задание. Предложите пути решения экологических проблем.